Добрый день, дамы и господа! Я Геннадий Котцов, приветствую вас в программе «Пресс-клуб», в которой мы обсудим основные темы прошедшей, уходящей недели, актуальные темы. С гостями нашей программы я сразу их хочу представить. С нами на связи из Вашингтона Екатерина Соболь, политолог и журналист. Екатерина, приветствую вас! Здравствуйте, Геннадий! И Юрий Польский, профессор Весчестверского университета, политолог. Юрий, приветствую вас! Здравствуйте! Ну что, давайте начнем с очередной инициативы нынешнего президента Джо Байдена. Я говорю о предстоящей, собственно, программе по обновлению инфраструктуры и промышленности, как сказано в стране, на общую сумму в 2 триллиона долларов. Ну, туда входит инфраструктура, развитие инфраструктуры по всем Соединенным Штатам. Я вот смотрю, значит, это 621 миллиард долларов. 400 миллиардов на поддержку пожилых людей и инвалидов, я не знаю, насколько это имеет отношение к обновлению промышленности и инфраструктуры. И вот еще один пункт, 300 миллиардов на поддержку промышленного сектора, 213 миллиардов на ремонт и строительство доступного жилья и 100 миллиардов на развитие сетей широкополосной связи. Ну, вот это то, что я вижу. Значит, на строительство доступного жилья, 213 миллиардов долларов, это, в общем-то, и есть вот это жилье для тех, кто не имеет возможности оплатить полностью сумму в своем районе, а достаточно высокие теперь цены в разных городах. Поэтому государство помогает. Доступное жилье, это и жилье, видимо, для тех, кто сегодня нелегалы, а завтра по, мы знаем, программе Джо Байдена могут стать легалами, им будет необходима поддержка государства. Опять-таки, насколько это имеет отношение к инфраструктуре, мне трудно понять, но вот в эту программу в 2 триллиона долларов вписаны вот такие громаднейшие суммы. Мы говорим о миллиардах. А, иными словами, Байден выполняет свою программу и не только, как мы видим, инфраструктуру и развитие ее. Екатерина, ваш взгляд на это, я напомню, что ведь совсем недавно мы говорили об 1 триллионе 900 миллиардов долларов. Это вот так называемые стимулы. Туда тоже входило все, что угодно. Республиканцы заявляли, что для того, чтобы поддержать американцев в сегодняшних очень трудных условиях, достаточно, по-моему, там типа 628 миллиардов долларов. Куда остальные триллион 300 миллиардов пошли, это там, по-моему, 5000 страниц в этой программе. 1 триллион 900 миллиардов. Ну, видимо, когда мы говорим о следующих 2 триллионах долларов, будет тоже 5000 страниц. Ваш взгляд на вот все эти инициативы, если говорить просто, кто потом за все это будет платить или, говоря прямо, расплачиваться? Ну, совершенно вопрос в тему. Если мы сейчас посмотрим на государственный долг США, то мы увидим 28 триллионов долларов. Это ниже даже, чем годовой оборот ВВП Соединенных Штатов, и фактически страна погружается в банкротство. Это с одной стороны. С другой стороны, мы можем видеть, что сейчас экономические модели совершенно не работают. И, к сожалению, может быть, к счастью, та же самая Япония, например, до сих пор живет и здравствует с достаточно большим уровнем внешнего долга. Вопрос только в том, сколько этой веревочке, как говорят в России, виться. И, естественно, все это будет возложено на американского налогоплательщика. И в основном удар приходится по американским корпорациям. Но тут стоит напомнить, что именно американские крупнейшие корпорации в предвыборной борьбе очень активно поддерживали Байдена, а не Трампа, который, в общем-то, этим корпорациям жизнь улучшил. Но, в общем, скажем так, за что боролись, на то напоролись. Вот, если хотите платить за инфраструктуру, платите, это, собственно, ваш выбор. Но вот, это моя позиция. Да, будут подняты налоги для крупных корпораций с 21% до 28%. Напоролись, я полностью с вами согласен. Кстати, мой вопрос к Юрию тот же, но я еще добавлю. В этом плане, в 2 триллиона долларов, там ведь еще и разговор идет о том, что будет введен новый стандарт для сферы энергогенерации, чтобы сократить выбросы в секторе до нулевого уровня к 2035 году. Это, видимо, реализация каких-то частей, сегментов известного плана, который в результате Байден поддержал. Во время дебатов он как-то стоял в стороне от плана, который называется «New Green». Вот, новый зеленый план, это его проводит жизнь, очень сильно проводит Акасио-Кортес. Понятно, что с подачи определенного сегмента демократической партии, я так понимаю, что в эти 2 триллиона уже вложены затраты по реализации этого плана, который, ну, многие республиканцы говорили, приведет нашу страну просто к банкротству. Я напомню, что у Акасио-Кортес, когда ей сказали, что вот этот «New Green Deal», он потребует 92 триллиона долларов, 92. Я напомню, что там был еще и замечательный умница Берни Сандерс, который тоже свою программу, на эту программу было необходимо положить на стол 32 триллиона долларов. Ему сказали, Берни, читай книжки по экономике, он сказал, мне это не нужно, я знаю, что мой план пройдет, я верю в него. Ну, Акасио-Кортес в три раза больше, получается, верит в свой план, и при этом президенте получается, что мы налогоплательщики, совершенно верно сказала Екатерина, должны будем расплачиваться из-за идеи Акасио-Кортеса, и теперь можно поставить через дефис Джо Байдена. Как вы считаете, Юрий? Я думаю, что все же не так много денег будет затрачено на безумные планы пиваков. Мне кажется, что вообще весь этот план свидетельствует об огромной мощи Соединенных Штатов, уверенности элит, что Соединенные Штаты справятся с любым вызовом. И здесь бы я обратил внимание на огромные средства, которые Соединенные Штаты будут тратить на гуманные нужды, на строительство жилищ для малообеспеченных людей, на то, чтобы помочь тем, кто не был прикрет американской системы и капитализма. Вообще, то, что столько миллиарда будет возможно потратить на нужды страны, это свидетельство успехов, я считаю, прежде всего, Трампа. В предыдущие годы экономика настолько расцвела, что нынешняя администрация может использовать, среди всего прочего, те средства, которые появились после удачной экономической политики Трампа. Что касается того соображения, что будущие поколения американцев будут платить за безумные расходы, то это лишь частично верно. Я считаю, что американская экономика будет поступательно развиваться, кто бы ни пришел к власти. Что американский народ может быть уверен в будущем. Я считаю, что американская экономика пойдет вверх, рано или поздно, скорее рано, чем поздно. Что американцы справятся с пандемией, со всеми трудностями, которые встречаются на их пути. Эта страна имеет совершенно невероятные преимущества, которые никуда не исчезли и не исчезнут. Я думаю, что можно смотреть с оптимизмом. Несмотря на огромный государственный долг, несмотря на то, что корпорации, как Екатерина отметила, страдают от огромных налогов, все же в будущем Соединенные Штаты преодолеют все вызовы и пойдут вперед, выражаясь языком, к которому мы привыкли в Советском Союзе. Юрий, я согласен с тем, что, может быть, не только будущие поколения будут за все это расплачиваться. Я считаю, что наше поколение, поколение наших детей, это те, кому за все это предстоит расплачиваться. Поскольку это очень известная схема. Это уже видно сейчас. Эти стимулы, вот этот план в 2 триллиона долларов, предыдущий план стимулов, это триллион 900 миллиардов долларов. Администрация Байдена, как теперь принято говорить, Харрис, или Харрис Байдена, она заявляет, что государство не нужно будет потом все это восстанавливать, у нас есть деньги и так далее. На самом деле нет. Может быть, государству действительно не придется восстанавливать, поскольку вот эти прорехи. Поскольку все это будет потом налоговым бременем для среднего класса и для людей, которые рядом со средним классом. Поскольку мы сейчас можем говорить не только о налогах на корпорации, 28%. Уже сейчас совершенно понятно, что мы будем за это расплачиваться и сегодня. Поскольку Байден, мы знаем, у него налоговая политика, при которой те, кто зарабатывает 400 тысяч долларов в год, им будут повышены налоги. Но мы уже теперь знаем, это понятно было еще две недели назад, на эту тему немало написали. И те, кто зарабатывает 200 тысяч долларов, будут повышены налоги. А это уже средний класс. Совершенно понятно, что дальше по этой лестнице администрация и будет спускаться. 100 тысяч долларов, а потом и 50 тысяч долларов. На самом деле это налоговое бремя на сегодняшний день. Мы все будем отплевываться за это и расплачиваться. Потому что одно дело запускать печатный станок, другое дело, если государство считает, что оно ничего не должно потерять, значит будем терять мы, Юрий. Да, я согласен, вы упомянули очень важный элемент. Именно средний класс будет отвечать за большинство расходов. И мы платим уже сегодня, не в будущем, а прямо сейчас. В течение многих лет, которые мы наблюдаем вообще американскую действительность, мы видим, что средний класс очень много страдает и платит за безумные расходы, за безответственность правительства. Но я повторяю, сила Соединенных Штатов так велика, возможности Соединенных Штатов настолько безграничны, что мы сможем преодолеть все эти вызовы, все эти проблемы. И я уверен, что администрация Байдена не будет безумно следовать рекомендациям леваков, которых вы отметили, в частности Берни Сандерса. Эти люди не находятся в правительстве, они не окажут решающего воздействия на то, что делают технократы в администрации Байдена. Байден достаточно разумный человек, чтобы пойти по среднему пути, что он и делает с тех пор, как пришел к власти. Екатерина, мы уже завершаем эту тему, хотелось бы от вас услышать последние вот эти завершающие слова. Я не согласен с тем, что у нас неограниченные возможности. Мне кажется, нет на земле ни человека с неограниченными возможностями, ни страны с неограниченными возможностями. Возможности ограничены. Если правительство считает, что возможности неограничены, мы очень сильная страна, тогда, на мой взгляд, мы в ближайшее время придем к краху. Вот когда такие шапкозакидательские настроения, у нас все хорошо, мы все поднимем, мы забросаем шапками, мы уверены в будущем. То, что мы сейчас наблюдаем, я вам должен сказать, что в Нью-Йорке уже в апреле поднимается цена на проезд в общественном транспорте. Жить становится в Нью-Йорке, я говорю о Нью-Йорке, в котором я живу, уже невозможно, поскольку настолько повышается цена за квартиры, за жилье, что масса людей бегут отсюда и сегодня. Это не секрет. Вернее, это секрет Полишинеля. Бегут во Флориду, республиканский штат, где цены более-менее удобоваримые, бегут из Нью-Йорка. Я вчера только разговаривал с моими друзьями из Флориды, они говорят, ты не представляешь, сколько здесь уже людей из Нью-Йорка, наших общих знакомых, понятно, что и не только. Туда уехали десятки тысяч уже нью-йоркцев. Скоро мы будем говорить о миллионах, ведь в городе, в Большом Нью-Йорке 14 миллионов. И все это будет заполняться жильем для малоимущих. Вот тогда, это, кстати, программа, между прочим, нашего замечательного мэра, де Блазио, устранить эксклюзивные районы, устранить элитные школы и элитные районы. Мы там будем строить вот эти вот шелтеры, мы там будем строить дома для малоимущих в центре Манхэттена, в лучших районах Бруклина. Школы уже, кстати, элитные практически не существует. Вот тогда мы добьемся общего равенства, наша страна с неограниченными возможностями, у нас все будет в порядке. Вы согласны с такой постановкой вопроса, Екатерина? Ну, я считаю, что действительно есть некие процессы, которые происходят сами собой. Ну, то есть, любая страна – это социальный организм, который действует, соответственно, внешним фактором. И, безусловно, сейчас очень многие бегут в Флориду, в Техас. И, конечно, те, кто бегут, это как раз налогоплательщики, которые будут давать толчок для развития этих регионов. К сожалению, мы сейчас видим действительно, что столицы Соединенных Штатов – Вашингтон и Нью-Йорк, которые были основной движущей силой и основными триггерами развития американской экономики, они сейчас приходят в достаточно серьезное запустение. Я опять повторю ту фразу, за что боролись, на то и напоролись. Мэры и губернаторы регионов, которые ввели определенную политику, они эту политику будут пожинать. И я все-таки хочу согласиться действительно со своим коллегой, что у США очень серьезный запас прочности. И народ, народонаселение Соединенных Штатов как раз голосует ногами. Они разъезжаются по регионам, которые как раз, скорее всего, и будут основой экономического роста. Каждый получает по заслугам, и каждый пожинает плоды той политики, которую он, собственно, внедрил. Поэтому будем смотреть, и я считаю, что мы не будем забывать, что сейчас идет срок одного президента, но мы, как американцы, имеем право переизбрать его. И за четыре года достаточно массивная машина Соединенных Штатов не успеет настолько сильно развернуться, чтобы похоронить под собой всю экономическую политику и повестку Трампа. Я думаю, что избиратели сделают свои выводы. Они дали текущей демократической партии право на то, чтобы поуправлять. И если эта политика не увенчается успехом, мы выберем того, кто будет более успешным. Вот, по поводу этих налогов на корпорации. Мы должны понимать, что крупные бизнесы, они просто начнут выводить свои мощности за границу. И, кстати, прекрасно это понимая, Байден уже сказал, мы за этим будем следить. То есть он пригрозил тем, кто будет не согласен с тем, чтобы платить вот эти налоги. Мы будем их к ногтю, что называется. К ногтю, да? А все остальное, я вам должен сказать, что то, что уезжают из вот этих демократических городов люди в республиканские штаты, и там они видят свое будущее, говорит о том, что не верят люди в экономику. Вот в такую экономику не верят. Мало того, вы сказали, что мы, как американцы, сейчас мы голосуем ногами, а в 2024 году и в 2022 мы будем голосовать руками. Так вот, если нам дадут, мы прекрасно видели, что такое выборы 3 ноября, и как сами демократы говорили, мы знаем теперь, как выигрывать. И, напомню, мы выиграем 5 января в Джорджии, что и произошло. Дадут ли демократическому процессу выборов осуществиться в 2022 и в 2024 году? За это борются теперь демократы. Они прекрасно понимают, что их сила – это фальсификации. Их сила в том, что сегодня у них обе палаты Конгресса – президент и вице-президент. И поэтому, обратите внимание, какими темпами все происходит. И иммиграционная реформа, и полицейская реформа, и избирательная реформа. И быстренько мы уже по поводу Вашингтона, Дисси и Пуэрто-Рико сообразили. Я думаю, следующий шаг будет связан с Верховным судом. До 2022 года можно массу вещей изменить. Вы верите в то, что экономически нельзя будет, а политически можно будет ситуацию изменить. И очень сильно. Давайте перейдем теперь к следующей теме. Я хочу сказать, что вот эти все прогнозы, дай бог, чтобы они не осуществились. Потому что тогда не только мы говорим о Нью-Йорке, который придет к краху. Мы говорим о ситуации во всей стране. А политически они видят одну партию. Вот будущее Америки. Одна партия, она демократическая. По поводу иммиграционной политики. Опять-таки, мы сегодня живем при администрации, которая скрывает то, что происходит. В разных совершенно областях. И в данном случае на границе с Мексикой. Юрий Вар взгляд на все, на весь этот ужас, который там творится. Там, на мой взгляд, реальная катастрофа, в которой замешаны, конечно, огромное количество человеческих судеб. Несчастные люди, которые во весь этот котел бросились. Но Белый дом, он говорит о том, что это вызов. Это не катастрофа. Как отвечать на этот вызов? Они и не собираются. До сих пор ни президент, ни вице-президент не прибыли в этот район, где катастрофа происходит. Журналистам не дают возможность там появиться. Там никто не может фотографировать. Это запрещено. Мы находимся в ситуации страны, по крайней мере, из которой я уехал. Советский Союз. Где то, что было разрешено, это ты получал как просто, как подарок. А масса вещей были запрещены, и ты о многом даже и не знал. Я уже не говорю о том, что ты вообще не знал, что происходит за границей твоей страны, в которой ты живешь, за границей твоей родины. Ты не знал и то, что внутри происходит. Вот к чему мы сейчас идем. Нам не дают возможности узнать, что происходит на южной границе. Мы об этом узнаем, допустим, после десанта республиканцев, которые туда поехали, и потом говорят о том ужасе, который они увидели. Юрий, ваш комментарий. Да, мы сталкиваемся с очень непростым положением. И связано оно с тем, что Соединенные Штаты проводили неразумную политику в отношении южной части континента на протяжении многих лет. Сейчас можно вспомнить президента Джона Кеннеди, его программу «Союз ради прогресса», когда он старался протянуть руку странам, которые расположены к югу, и Мексика среди них. Соединенные Штаты не проявили достаточного благоразумия, чтобы оказать реальную помощь этим странам раньше. И сейчас пожинают плоды своей безответственной политики. Уже был случай, когда образовалась Куба. Сколько неприятностей она принесла Соединенным Штатам. И приносит сегодня, еще сегодня. Просто трудно в это поверить. Когда коммунистический блок полностью развалился, а кубинский режим здравствует. Это все продолжение одной и той же идеи. Безразличие к югу. Непонимание того, что нужно было уделять югу нашего континента очень большое внимание. Америка для американцев, доктрина Монро, она должна была мотивировать Соединенные Штаты к тому, чтобы проявлять внимание к югу нашего континента. И в связи с этим мы имеем страшный кризис. Ни одна администрация не имеет четкого плана. То, что президент Трамп старался построить стену, это средство имеет только сиюминутную выгоду. Нужно иметь в виду, что население этих стран, оно очень чувствительно к таким шагам. И здесь нет четкого понимания, что делать сейчас. Я просто не знаю, что рекомендовать и что делать. И это очень чувствительная угроза безопасности Соединенных Штатов. Только что мы говорили о миллиардах долларов, которые могут быть потрачены впустую. Что Америка это страна, сила которой не безгранична. Это вопрос очень спорный и он рассчитан на многие годы. А вот как вы правильно заметили, ситуация с Мексикой, она вызывает беспокойство прямо сейчас. И что там делать, неизвестно. Вот что заботит нас с огромной интенсивностью. И я не знаю, что посоветовать и что сказать. Эту тему можно развивать в течение часов. И найти быстрое решение даже в нашей передаче очень трудно. Екатерина, Юрий говорит о том, что нужно заботиться о странах, которые находятся южнее Соединенных Штатов Америки. В немалой степени это решит проблему. Значит мы должны вливать миллиарды долларов, а может быть очередные триллионы в Мексику, в Гондурас, в Гватемалу. Ну в общем, я думаю, что и в Южную Америку, поскольку и кстати в Африку. Ведь в немалой степени вот те, кто среди беженцев находятся, они вдруг оказываются из африканских стран. То есть они каким-то образом там прибывают тот же Гондурас и потом оттуда вот этими караванами приходят к нам. Иными словами, надо деньги тратить на вот это, это кстати позиция нынешней администрации. На поддержку этих стран, а коррупционный уровень там настолько высокий, что сколько туда денег не вкладывай, это все будет как в черную дыру. То же самое я в программе недавно вспоминал о том, что мне достался когда-то просто перед глазами был отчет Организации Объединенных Наций. И там были финансовые расходы по разным странам на поддержке тех или иных программ. И вот на программу помощи борьбы женщин за независимость в Бирме были выделены 5 миллиардов долларов Организации Объединенных Наций. Вы можете себе представить, в какой ситуации женщины в Бирме находятся. И я уверен, что они даже не знают о том, что выделяются какие-то деньги за борьбу, которую они не ведут. Но совершенно понятно, что эти деньги будут распределяться между чиновниками Организации Объединенных Наций и на местах этими цариками, которые в Бирме управляют. То же самое, мне кажется, послать деньги в Гондурас. Если там не поменять систему, а система, там они знают только ситуацию революции, смена одной революции на другую. Если мы туда будем ввязываться, нам надо прежде всего поменять систему, иначе все деньги, которые мы туда будем вкладывать, это совершенно безнадежное занятие. И ничего там меняться не будут, и люди будут как бежали оттуда, так и будут бежать. Поэтому Трамп построил стену и, по крайней мере, обезопасил американцев. Я помню, 2017 год. Март, февраль, 104-105 тысяч ежемесячно, переходящих к границу. После этого у нас была еще вспышка вот такая катастрофическая в 2019 году. В 2020-м к нам не бежали, потому что при Трампе было совершенно понятно. Вам трудно будет перейти границу, но перейдя ее, у вас не будет будущего. Джо Байден в первый же день, собственно, подписал указ, связанный со стеной. Часть стены была демонтирована. И он пообещал 11 миллионам тех, кто сюда нелегально пришел, дать гражданство Соединенных Штатов в течение 8 лет. Те, кто идут к нам в Соединенные Штаты, услышав это, они понимают, что у них здесь есть будущее. Раз есть надежда, надо посылать своих детей, надо идти самому в Соединенные Штаты. А там уже при таком президенте у нас есть перспективы. Как вы считаете, Екатерина, кто в этом виноват? Мы сейчас вспоминаем Кеннеди, мы сейчас можем вспомнить других президентов. На мой взгляд, виновата в этом одна фигура в Соединенных Штатах, которая даже после дня инаугурации 21 января уже сделала такие шаги, которые привели к сегодняшней катастрофе. Ну, я хочу согласиться, что политика в этом смысле очень недальнозоркая, недальновидная. Вопрос очень комплексный. Я совершенно согласна, что вливанием денег в коррупционные режимы за рубежом вопрос решить практически невозможно. Если мы вернемся опять к аналогии с Советским Союзом, а здесь совершенно невозможно от этого никуда убежать, потому что лозунги, которые мы слышим сейчас из Белого дома, очень часто напоминают именно то, что говорили генеральные секретари Коммунистической партии СССР. Ну, вот тут, к сожалению, никак от этого не уйти. И если мы вспомним, что происходило в Советском Союзе, очень много денег, очень много финансовой помощи отправлялось именно в африканские страны, в латиноамериканские страны. Вместо того, чтобы вкладывать в страну, в ее инфраструктуру, мы помним прекрасно, что происходило в России, на нашей родине. И я считаю, что категорически сложно просто вливанием денег решить этот вопрос. Что можно здесь делать? Это нужно делать именно через финансовые институты, глобальные финансовые институты, такие как, например, МВФ, которые для того, чтобы странам получить деньги, все-таки как-то пытаются изменить политику, требовать, например, той же самой Украины, решить какие-то коррупционные вопросы, сделать так, чтобы деньги контролировались. Но даже с этим, да, даже с этим четким контролем со стороны всех институтов власти и межгосударственных институтов, этот вопрос не решить. Поэтому я считаю, что подход именно заботиться о своей стране, отвечать за те слова, которые ты произносишь с трибуны, это для каждой страны наиболее правильный подход. Конечно, нужно помогать. Конечно, все мы люди, и, конечно, все мы испытываем эмпатию к тем, кто переходит границы. Но, к сожалению, мы знаем, сколько сейчас живет людей на планете Земля, и всем мы им помочь не можем. И американский народ и так находится под бременем очень больших налогов. Поэтому, опять-таки, я говорю, что вопрос очень комплексный, к нему нужно подходить комплексно. И каждый раз, когда что-то произносится с трибуны, нужно отдавать себе отчет, что потом придется свои же ошибки покрывать. А, к сожалению, текущая администрация признавать эти ошибки категорически не хочет. Екатерина, а как вы прокомментируете то, что первые лица государства, президент и вице-президент, считают, что необязательно появляться на границе, где происходит катастрофа, где действительно ломаются судьбы, где стонут местные пограничники, полицейские, где находятся в клетках. И это однозначно сегодня. Они живут там в наше время, когда мы говорим о дистанцировании во время ковида-19. Они там живут в бараках. Дети, которым от 9 до 17 лет. Их 15 тысяч. При этом ни президент, ни вице-президент сказали Камале Харрису, почему вы не едете. Она говорит, ну, это мы еще посмотрим, пока не время. А когда же будет время? Как вы решаете вопросы, если вообще вы решаете вопросы другие, если вы так подходите к делу, которое мы сегодня называем катастрофой? Как вы это охарактеризуете, Екатерина? Ну, я считаю, что здесь американская администрация текущая ведет себя очень непоследовательно. Потому что, если мы вспомним, в чем обвиняли Трампа, то именно неправильная эмиграционная политика, недостаточная эмпатия к тем, кто находится на границе, был одним из самых таких сильных триггеров для возмущения демократической общественности в отношении администрации Трампа. И если мы вспомним, туда, кстати, ездила Мелания Трамп. Почему вторая половина господина Байдена не едет туда? Да и первая половина господина Байдена туда не едет. Хотя бы, да? То есть все гуманитарные вопросы подобного порядка, это все-таки на первой леди США. Она должна своим примером показывать эмпатию, показывать свою большую широкую натуру, душу и помощь. Но вот почему-то госпожа Байден до сих пор туда не приехала. Хотя именно Читу Трамп критиковали за то, что они бесчеловечные, бессердечные и ничего с этим не могут поделать. А мы сейчас видим, что они не то что наступили на те же самые грабли, но они, по-моему, наступили на целый амбар с граблями и ничего с этим делать не хотят. Это печально, что я могу сказать, печально, недальновидная политика. Я бы даже сказал не только первая леди. Президент Трамп, он неоднократно бывал на южной границе. Я помню эти кадры, когда только начали восстанавливать стену, он беседовал, приезжал беседовать и с пограничниками, и с теми, кто, кстати, пытался перейти границу. То есть там были такие достаточно запланированные и широко реализованные проекты, когда он приезжал вот в эти места. Мы ничего подобного не видим в нынешней администрации. Юрий, завершая эту тему, все-таки я хочу, чтобы мы как-то сориентировались. Одно дело это исторические параллели, другое дело при 11 миллионах безработных Соединенных Штатах президент Байден заявляет, что 11 миллионов, а на самом деле нет, их около 20 или 24 миллионов человек, нелегалов, получат в результате гражданства. Он говорит о том, что мы должны увеличить поток легальной иммиграции на 800%. Мы демонтируем частично стену и снимаем полностью все финансирование постройки стены. Как после таких заявлений людям не идти из своих страшных государств, из Гондураса, из Гватемалы, да и из Мексики той же, в которой масса людей просто прозябают нищете. Как им не перейти границу, если такой замечательный президент, который, подмаргивая левым глазом, говорит, что у нас есть перспектива в нашей стране, а значит, есть она и у вас. Юрий. Могу ответить таким образом. Во-первых, я не предлагаю плевать миллиарды долларов в коррумпированные режимы. Наоборот, позиция президента Кеннеди была, что мы должны помогать, обучая этих людей. Надо вспомнить корпус мира, когда огромное число молодых американцев ринулось помогать бедным странам, в том числе африканским странам. Вы правильно привели здесь пример африканских беженцев, что в эти страны, мы видим, прибывают люди из Африки тоже, откуда угодно. Это огромное бремя для Америки. И Кеннеди, выдающийся президент, он имел в виду, что американцы могут оказать исключительно благотворное влияние на Южную Америку, помогая им знанием, помогая им хотя бы изучением английского языка для начала, а потом передавая нужные профессии. Вот что я имел в виду в первую очередь, а не миллиарды долларов, которые будут разворованы коррумпированными режимами Центральной Америки. Что касается сегодняшнего положения, ваш, так сказать, акцент на то, чтобы президент Байден был на границе, его жена, это ничего не сделает для беженцев. Будут ли там президент и его жена не изменят позиции? Нужны какие-то кардинальные меры, которые улучшат положение. Никто не знает, как это сделать. Еще раз, стена, которую Трамп воздвигал, это абсолютно не панацея. Я хочу сказать, что стена, которая отгораживает Соединенные Штаты от юга континента, она будет вызывать страшное недовольство по всей Центральной Америке, Южной Америке. Это имеет положительное значение. Я с вами согласен, это может привести к тому, что остановятся какие-то беженцы. Но решить кардинально проблему это не поможет. Здесь очень трудно дать добрый совет. И мы в нашей программе не сможем найти оптимальное решение. То, что вы предлагаете, это тоже лекарство для этой чудовищной проблемы. Просто надо признать, что мы ее не можем решить, и никто не знает, как ее решить. Ну как, я считаю, что прежде всего соблюдать законность. Граница должна быть закрыта. Это очень важный принцип, который нужно соблюдать. Если она будет закрыта, тогда я понимаю, что это вызовет недовольство, негативные реакции у тех, кто по ту сторону границы. Но все равно они завидуют тем, кто живет по эту сторону границы. Они всегда будут недовольны, что они не могут жить лучше, попав в Соединенные Штаты Америки. Вот этот вопрос решить невозможно. То, что президент не едет, и это, естественно, не решит проблему, вы совершенно правы. И когда Трамп направился в Пуэрто-Рико после урагана, он, естественно, не мог взять там лопату или начинать расчищать территорию. Но то, что президент приезжает в места, которые мы называем катастрофой, это очень важно для американского народа. Это то, видимо, чего не понимает нынешняя администрация. И уже, кстати, добавлю, недавно была опубликована информация в связи с опросом. В вопросе, в вопроснике в этом был ряд вопросов, и один из них очень интересный. Этот опрос происходил в разных странах мира, в основном с такими не устраивающими демократию режимами. Вопрос был следующий. Хотели бы вы эмигрировать в Соединенные Штаты Америки? Вы знаете, сколько положительных ответов? Да, хотели бы 200 миллионов. 200 миллионов людей по всему миру, я думаю, что это еще не потолок, хотели бы эмигрировать в Соединенные Штаты. Давайте тогда откроем границы, примем 200 миллионов, раз мы такие сердобольные, и мы все вместе с ними погибнем. Не хватит не только никаких ресурсов и денег, не хватит никакой политической системы, не хватит демократических принципов, ничего этого не хватит. Мы вместе с ними превратим страну в помойку. И жить не сможем ни мы, ни они. Законность должна соблюдаться. Это совершенно правильно. Вот и все, единственный ответ. Нужно соблюдать на границе закон. Те, кто приходят сюда, мы их и называем поэтому нелегалами, потому что они нелегально перешли границу, они нарушители закона. И Трамп говорил, те, кто перешел границу, отправляем их обратно в Мексику, и там начнем разбираться с их делами. Они здесь, они должны сидеть, как эти подростки в клетках, при этом мы говорим о гуманизме, и при этом мы говорим о заботе о человеке. Там, в Вашингтоне. Давайте перейдем к еще одной теме. Доклад Всемирной Организации Здравоохранения, вот я прочитаю, значит, не дает более глубокого понимания возникновения нового коронавируса и не содержит критически важной информации. Этот доклад готовился в течение ряда месяцев. 14 стран подписались под вот этим резюме, под этим комментарием о том, что это совершенно пустой доклад. От доклада ожидали, во-первых, какого-то итога, благодаря чему мы имеем сегодня вот эту проблему. Мы говорим о Бухане, мы говорим о тех или иных шагах руководства Китая, что-то было не то в королевстве китайском, ничего этого нет. И я здесь напомню, что Трамп, он поэтому и решил в свое время выйти из Всемирной Организации Здравоохранения, говоря о том, что самым главным спонсором в эту организацию являются Соединенные Штаты Америки, а организация находится под влиянием Китая, которая дает, по-моему, в 10 раз меньше в эту организацию вливаний финансовых, чем Соединенные Штаты. И Трамп говорит, что пока эта организация будет находиться под влиянием Китая, нам там делать нечего. Она совершенно беспомощная, и она делает то, что ей там из Пекина приказывают. Получается, у меня осладывается впечатление, что и доклад этой организации, он также находится под влиянием пекинского руководства. Ничего никто из этого доклада не понял, и главное для Пекина, чтобы в их сторону не показывали. Екатерина, как вы считаете ваш комментарий? Ну, я хочу вспомнить очень эмоциональное выступление Эрэнда Пола, когда он вступил в перепалку с господином Фаучи. Вот примерно то же самое, я думаю, он бы сказал по поводу доклада. Мы не знаем, но мы будем усиливать меры безопасности, надевать две маски сверху, продолжать локдауны по всему миру. Ну, в общем, к сожалению, мы вступили в какую-то сторону научной казуистики, на мой взгляд. Я не эксперт в области вирусов, я не могу ничего об этом сказать, но мне категорически недостаточно каких-то научных фактов и понимания того, собственно, почему происходит то, что происходит. И, к сожалению, действительно, организация, от которой ты ждешь какого-то нормального, дельного ответа на твои вопросы, она этих ответов не дает. И мы, я могу сказать с экономической точки зрения, что, к сожалению, опять мы вступаем в период экономической волатильности, потому что рынок не знает, чего ждать. И это, к сожалению, та действительность, в которой нам приходится сейчас жить. И каждый раз, когда мы получаем подобные ответы от нашей ведущей организации по здравоохранению в мире, каждый раз мы отодвигаем возвращение экономического роста во всех регионах земного шара. И, к сожалению, еще раз, когда мы становимся свидетельствами подписания новых триллионных вливаний в экономику за счет налогоплательщиков, мы еще больше поворачиваемся назад и не можем ожидать никакого экономического роста. Вот мое мнение такое, что, к сожалению, такие доклады не делают позитивных каких-то изменений в текущей ситуации. Люди на грани, деньги тратятся, что будет дальше непонятно. Но вот такое мнение, в общем-то. Знаем, что ничего не знаем. Спасибо, Екатерина. Но это же не просто так, мы знаем, что ничего не знаем. Нам вручили на сотнях страницах документ, в котором ничего конкретно не сказано. И насколько я могу понять, я этот документ не читал, насколько я могу понять по возмущению представителей 14 государств, в основном ведущих государств мира, которые хотели получить какой-то толковый ответ от тех, кто писал этот доклад месяцами. Юрий, как вы считаете, на мой взгляд, это доказательство того, что действительно Китай имеет серьезное влияние на эту организацию. Естественно, на тех людей, кто этой организацией, были выделены как эксперты, и которые написали всю эту никчемную писанину, все это предложили всему миру. Поскольку, если в сторону Пекина указывали, как на основного виновника, того, что мы сегодня называем пандемией, то Пекин все делал для того, чтобы эту ситуацию размазать, такой импрессионистский взгляд, такой, чтобы был, чтобы никакой конкретики не было. И вот в этом забалтывании они ушли от ответа, как по Жванецкому. Юрий. Вы сказали, ведущие государства выразили озабоченность. Среди этих 14 стран нет ряда ведущих государств. Например, Франция, Индия, Россия здесь не присутствует. А кто здесь присутствует? Австралия, Канада, Чехия, Дания, все прибалтийские страны. Израиль, Япония, Южная Корея, Словения, Норвегия и Великобритания. Вот эти страны выразили озабоченность. Я хочу сказать, что мне кажется, что, возможно, это искренняя оценка ситуации, что они действительно не могут определить, что к чему. Американцы выражают глубокую озабоченность, потому что вся эта история связана с продолжающимся и увеличивающимся конфликтом между Соединенными Штатами и Китаем. Соединенные Штаты хотят представить Китай в худшем свете, а китайцы, наоборот, сопротивляются как можно больше. У меня к этой организации нет большого доверия, потому что эта организация безобразно относится к Израилю, как и другие международные организации. Но, тем не менее, в данном конкретном случае, мне кажется, эксперты искренне не могут найти ответа. Действительно, найти ответ, откуда взялся этот вирус и почему он распространился, не так просто. Сейчас, слава богу, нашли вакцину, но это не значит, что нашли действительно источники того, как появился этот кошмар. И я уверен, специалисты, ученые будут над этим работать. А сейчас мы получили то, что имеем. Никто точно не знает, что тут к чему. Вообще, это чудовищно запутанная, невероятная ситуация. Но основное, что мотивирует вообще весь этот процесс, это страшное противостояние между Китаем и Соединенными Штатами, которое ни к чему, ни народом Америки, ни китайцам. Соединенные Штаты и Китай долгое время находили общий язык. И я надеюсь, найдут общий язык и сейчас. Гораздо больше вещей объединяет Китайскую Народную Республику и Соединенные Штаты. И не нужно спорить о причинах коронавируса, а нужно находить общее приемлемое решение для Соединенных Штатов и Китая и вести мировую экономику вперед. Нет, ну в данном случае мы не говорим о том, что мы спорим там и так далее. Я напомню, что когда пробовали разбираться в прошлом году, там же было немало фактов того, что этот вирус пошел из Ухани и так далее. После этого начали размывать вот эту всю информацию, говоря о том, что, а возможно, это было не так и так далее. Я полностью с вами согласен в том, что существующая точка зрения на то, что просто невозможно пока понять действительно, какие истоки этого вируса, она имеет место на жизнь, она имеет право на существование. Но я еще раз хочу сказать, что и моя точка зрения имеет право на жизнь, поскольку я считаю, что вот этот доклад совершенный, в котором отсутствует какой-либо фактаж, какая-либо конкретика, он позволяет уходить от ответа Пекину. Это очень важный момент, и я на нем просто заостряю внимание. Ну, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Еще одна тема этой недели. Итак, в Миннесоте начался судебный процесс по делу Деррика Шовина, которому вменяется в вину непредумышленное убийство. Непредумышленное. Дело, собственно, Флойда. 25 мая 2020 года. Ну, вот в конце недели показывали записи с видеокамер полицейских. Там, собственно, трудно прийти к какому-то конкретному выводу, но, кстати, интересно, один из продавцов, рядом магазинчик был с местом этого происшествия, он сказал, что к нему Флойд зашел, и было совершенно понятно, что он находится под воздействием наркотиков. Правда, добавил этот продавец, вел он себя дружелюбно. Ну, он, в общем-то, и во время ареста, из того, что мы видим, вначале вел себя достаточно дружелюбно, начинал говорить с того, что он похоронил маму, потом он говорил о том, что в машине, что он клаустрофобик, ему нужно выйти, видимо, там в машине он начал раскачивать эту машину, он был довольно-таки серьезного веса мужчина. Это не понравилось полицейским, и вот тут все началось. Подъехал Шовин со своим напарником, и они уложили, собственно, человека, который находился под воздействием наркотиков, пробовал рассчитаться фальшивой двадцаткой, 20 долларов, они его уложили на асфальт, и по всем правилам, кстати, применили прием. Екатерина, как вы считаете, насколько мы можем сегодня говорить, что как бы ни велся этот судебный процесс, Дерек Шовин будет обязательно наказан. Он будет признан виновным, потому что при другом исходе мы должны ожидать, ну, наверное, вот всех тех волнений, захватов городских районов, все то, что мы наблюдали в течение всего лета и начала осени в прошлом году. Я думаю, что этого боятся власти, этого боятся судьи, этого боятся и в Миннесоте. Недаром я вам должен напомнить, что сколько там, какое-то количество десятков миллионов было выдано семье по соглашению с Миннесотой. 27 миллионов, извините, я... Сколько? 27 миллионов. 27 миллионов семья. Ну, я говорю, десятки миллионов были выделены этой семье в качестве мирного урегулирования вот этих претензий, соглашения к этой семье. Но мне кажется, что когда существует такой контекст, обязательно будет наказан полицейский. Екатерина. Ну, я думаю, что да, действительно, потому что мы стали свидетелем очень серьезного разделения в обществе. И если вы помните, в прошлой программе я вспоминала книгу «Убить пересмешника», и там была совершенно противоположная ситуация, когда все говорило против, но человека осудили. Здесь, ну, не стоит ожидать никакого чуда. Действительно, люди по ту сторону баррикад, они не верят в американское правосудие. И если не будет обвинения, естественно, мы станем свидетелями очень серьезных протестов. Поэтому это то, что это значит. Ну, вот, кстати, Екатерина, я вас, я извиняюсь, что я вас прорываю. Мы смотрим камеру, видеокамеру одного из полицейских. Вот сидит человек, который через там полтора-два часа будет уже мертвым. Он очень крупный. Он сидит за рулем. Он плачет, он какую-то истерику закатывает. Видно, что он не совсем вменяем. Этот человек хотел, если бы его не остановили полицейские, хотел нажать на газ и поехать. Я думаю, что это могло бы для кого-то закончиться очень плачевно, поскольку он находится в состоянии аффекта. Он под наркотиками. Полицейские его задержали. Он очень крупный мужчина. Мало того, я думаю, что тут же пробили по поводу его прошлое. Прошлое у него криминальное. Он пять лет отсидел, кроме различных отсидок, по десять месяцев в тюрьме. Понятно совершенно, что этот человек опасен. Существует правило задержания такого человека. Сейчас, после накрутки, после золотого гроба, который был выдан, собственно, Флойду, уже в качестве покойника, его хоронили, мы помним как, так президентов у нас не хоронят. Мне кажется, что закон здесь не сработает. Будет наказан полицейский, просто потому, что мы живем в такой Америке. Как вы считаете, Юрий? Я считаю, что это чудовищная проблема. Белые полицейские якобы нарушают закон в отношении чернокожих, молодых людей. Это продолжается год за годом. Год за годом. Этому нет конца. Этому должен быть положен конец. Но как это сделать? Вот вопрос. В данном случае, я согласен с той оценкой, которую вы дали в начале обсуждения этой проблемы. Вы просто замечательно сформулировали все тонкости и все обстоятельства этого случая. Чтобы Берек Шовен получил оправдательный приговор, должно совершиться чудо. А заслуживает ли он оправдательного приговора? Это исключительно спорный вопрос. Здесь нет однозначного ответа. В этом невозможно разобраться. Даже если мы будем скрупулезно подходить с точки зрения закона, все равно трудно понять. Мог ли он не совершить действия, которые привели к смерти несчастного Джорджа Флойда? Джордж Флойд тоже является жертвой. И Дерек Шовен является жертвой ситуации, которая существует в Америке на протяжении многих лет. Это все страшная трагедия. Судьбы людей будут поломаны в результате этого. Что бы ни произошло, судьба Шовена, она изменится навсегда. А что говорить о Джордже Флойде? Он умер, и у него были другие трагедии в жизни. Этому должен быть положен конец. Как это сделать? Вот в чем вопрос. Как завершится этот процесс, мы вскоре увидим, но можно, конечно, предвидеть, что будет. Вопрос в том, сколько дадут Шовену, какое наказание он понесет. Но заслуженно ли такое будет наказание, никто не может точно определить. Я думаю, что это можно сделать в стране, в которой нужно просто-напросто изменить существующую идеологию. Мы знаем, это идеология системного расизма, вины белых и так далее. То, что сегодня торжествует. Я еще не могу сказать, что полностью захватило все, но то, что происходит в школе под спудом этой идеологии, в университетах, сегодня на улицах, в корпорациях и так далее, все это подавлено вот этой идеологией. И закон, и порядок. Поэтому я говорю, что вряд ли отпустят из зала суда Шовена. Буквально по 30 секунд по поводу еще одной истории. Мит Ромни, он был назван лауреатом премии мужества имени Джона Кеннеди за то, что он смог пойти против собственной партии, став единственным республиканцем, который проголосовал за осуждение экс-президента Дональда Трампа. И по первому импичменту, и по второму. Екатерина, вам слово. Кстати, те, кто вручал, вручат еще, вручит премию Ромни, они как-то забывают о том, что в республиканской партии есть свои, вот, те, кто отходит от линии, а среди демократов таких нет. Там единым кулаком все выступают, как при ПСС. Сказано, сделано. Все вместе, все вместе под одной идеологией, под одной пропагандой находимся. Екатерина, 30 секунд. Ну да, я согласна. В республиканской партии, например, есть Лиза Мурковский, которая очень часто голосует против единой линии партии. А по поводу Ромни, ну, это было достаточно ожидаемо. Я думаю, что он просто получил такой, знаете, премию от клуба своих, потому что он часто принимал участие и в демонстрациях против Трампа. Вспомним его проход по телеканалу СНН с журналистом. Поэтому это было ожидаемо. Ожидаемо, что его поблагодарят за его позицию. Поэтому для меня эта премия не стала неожиданностью. Ромни это такой засланный казачок, который всегда голосует против. Спасибо, Екатерина. Юрий, буквально 30 секунд. Я хочу несколько слов сказать о замечательной книге про файл Зенкарич, связанной с этой премией, которую написал Джон Кеннеди. По-русски она звучит черт и мужество. Это потрясающая книга, написанная Кеннеди в 1957 году. Я считаю, каждый эмигрант должен прочитать эту книжку по-русски или по-английски. По поводу Ромни, одно предложение. По поводу Ромни, я считаю, что Ромни поступил как считал нужным. Это его позиция, он имеет на нее право. Ну, я считаю, что когда такие есть республиканцы, то врагам республиканской партии в общем-то и не нужно искать. Дамы и господа, я благодарю вас за внимание. Екатерина, Юрий, благодарю вас за участие в программе. Всего доброго. Время подошло к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...